Привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Меня зовут Толя. Я стройнею, не спеша, с веса почти 115 килограмм. А, мне 49 лет. Вот, на сегодня мой вес 98,6. А вчера был 98,1. Я сегодня такая вот домашняя, в спальне, на кровати сижу, подушка под спиной. Потому что я ходила гулять, хотела снять ролик на улице, как обычно. Но там был такой ужасный ветер, и при том, что садилось солнышко, там все отсвечивало. В общем, не получилось. Пришла, а вот, сполоснулась маленько, и решила записать ролик. Знаете, на какую тему? А, вот, Веста у меня прыгает туда-сюда. Девочки, мальчики, закройте уши, если что. А, нами же всеми управляют гормоны. Что-то я не следила за своим календариком, а у меня был как раз конец цикла. Сегодня у меня первый день цикла. Ну, сами понимаете, что это такое, да? Кто худеет, знает. В конце цикла вес у нас всегда мало того, что стоит. Он у нас еще и может набраться, и килограммы полтора, и два. Это в порядке вещей. Так что, все у меня окей. А вот, как раз начало цикла. А я еще думаю, что такое. То конфетку хочется, то рыбку соленьку хочется. А когда у нас дело перед КД, КД, критические дни, да? Знаем. Это у нас играют гормоны. Скажу вам по большому-большому секрету. Всей нашей жизнью управляют гормоны. И у нас их великое множество. Это и кортизол, и адреналин, и самототропный гормон, и чего там только у нас нету. И инсулин этот наш. Ой, инсулинище. Вот. Так что, так что, вот так что. Так что, когда у нас дело перед КД, это вот в порядке вещей. Такое бывает. Сынуля пришел. Мы сегодня деревни, 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 деревья обрабатываем. Хотя и ветерок. Вот. А что хочу сказать? Позже выйдет ролик у меня сегодня с тарелочками. А хотелось бы поговорить еще раз о питании. Да, да, все о питании, о питании, о питании. Меня просто вот спрашивают, что я считаю калории, да. Считаю ли я КБЖУ. Ну, вообще так вот, вот прям так дотошно-дотошно не считаю. Но я всегда смотрю на белок. Это вот в первую очередь. Белок на втором месте. Знаете, как у нас пишется, да, КБЖУ. На первом месте у нас всегда белок. Потом у нас жиры. И в конце у нас углеводы. Углеводы у нас и так доберутся. Вот по ним можно даже не беспокоиться. Но я придерживаюсь этого твердого убеждения. Я уже говорила, что я как бы вот, ну, ко всему подхожу серьезно, да. Если я зацелилась постройнеть, я как бы вот берусь уже. И белок должен присутствовать. Ну, если кто-то перекусывает, то там, конечно, может быть фруктик или сухофрукт или орешки. Но вот основные приемы пищи, да, три, завтрак, обед и ужин должен быть все-таки белок. Поэтому вот вы, если смотрите мои видео с тарелочками, да, вы все-таки всегда видите, что у меня есть либо мяско, либо сыр, либо кисломолочка, либо яйца, ну, в каждый прием пищи. И вообще, конечно, я хоть и говорю, что я не на строгом ПП, я все-таки придерживаюсь того, что утро – это белок и медленные углеводы, обед – это у нас белок, медленные углеводы, ну, это как гарнир, там гречка, макароны из твердых сортов пшеницы, там что-то еще, плюс клетчатка, это может быть салатик. И ужин – это все-таки белок и клетчатка лучше всего. Ну, вот сегодня у меня тоже будет ужин такой, не совсем стандартный, ну, что-то я вот, я говорю, с этими КД все как бы немножко сбивается, хотя как бы сильно не нарушаю, но все равно, вот. Так что за белком я смотрю внимательно. Там, ну, жиры тоже как бы пристегиваются, и там уже углеводами идет добор, потому что калорийность – да. И вот еще что хотелось сказать. Не буду сегодня делать такой длинный ролик, но мне же много пишут комментариев, уже там мы как бы общаемся, мне так нравится тоже общаться там, что-то тоже советуйте, что-то я кому-то советую, как бы уже, ну, с высоты своего опыта. Вот. И смотрю других девочек тоже, у кого еще молодые каналы, кто вот тоже вот начал худеть, все. И знаете, вот иногда, девчонки, не обижайтесь, если кто-то узнает себя. Просто вот диву даешься, ну, что люди едят. Ну, ну, совсем. И главное еще пишут, что там здоровое питание, или там здоровый рацион. Ну, ни черта же не здоровое. Ну, пюре, сосиски изо дня в день. Или там ужин, например, 150 грамм кураги. Ну, это ужин. Вот. Девочки, ну, зацельтесь, ну, ну, как-то посмотрите тоже в интернете, что как, что значит здоровое питание, что можно, что нельзя. Вот, так что. Или бывает, например, что пишут, вот, я питаюсь, там, считаю калорийность, у меня там меньше тысячи калорий, и я не худею. Ну, так, конечно, а как? Организм-то все думает, что голодовка, он замедлил все процессы. Вы смотрите, это же очень-очень распространенная ошибка, что мы думаем, если мы будем мало кушать, да, у нас начнут сжигаться наши жировые запасы, но вот это тоже распространенная ошибка. Я вот сколько утверждаю, что наш организм, штука очень архи-сложная, и шутки с ним такие вот не проходят. Мне нужно вам рассказать будет историю моего такого тоже стремительного похудения в 30 лет, и чем оно потом обернулось. Вот. Так что нельзя, нельзя слишком занижать калорийность. Это, вот смотрите, даже на все наши процессы в организме, да, у нас там происходят тысячи, я не знаю, я не медик, но знаю, что очень много химических реакций. У нас и дыхание, и кровообращение, плюс и пищеварение. Вот что только у нас нет. Так только на одно это у нас, нам нужно 1200-1400 килокалорий. Только на одно это. Это как бы вот минимум. Все тоже врачи, диетологи утверждают, что 1200 – это минимум. Если мы сильно занижаем, у нас, во-первых, теряется мышечная масса, у нас начинаются проблемы с волосами, девчонки тоже пишут, вот, там, волосы, ногти и все такое. Ну, а как этого не будет? Очень принижается, значит, значение физической нагрузки. Девочки, да, не хотят. А вы знаете, я так соскучилась по ходьбе, вчера не получилось, у меня вчера такой был день тоже, и готовила, и с рассады возилась, мне вообще не удалось вчера погулять вообще. И я соскучилась. Хотя раньше меня вот было не выгнать, а, видимо, привычки у нас новые образуются, я уже соскучилась, у меня уже ноги бежали, и как бы я уже это такая, думаю, вот соскучилась по ходьбе. Вот можете себе представить? Вот. И при том, что вот у кого, как у меня инсулинорезистентность, да, это, у меня есть ролики на эту тему, я не буду сейчас повторяться, у меня есть. Давайте я ссылочку оставлю об инсулинорезистентности. Ну, многие, может быть, уже знают, когда у нас клетки там не видят инсулин, не воспринимают, в общем, тоже затормажется у нас метаболизм, там очень много вот и признаков этой нехорошей штуки. А когда мы двигаемся, у нас включаются дополнительно другие гормоны, и у нас это вот может и восстановиться, и лучше худеться. В общем, объясняю своими словами, как могу. Вот. Потому что я рассказываю о своем опыте, как и что мне помогает. Вот. Так что, девчонки, пожалуйста, включайте голову. Если вы на здоровом питании, ну, откройте интернет, гугл вам в помощь, изучите, что значит здоровое питание. Вот. Не сидите вы там, думайте, что вы вот съели пюре с сосиской, ну, во-первых, ну, одна сосиска, надолго ли она насытит? Она же калорийная! А что в ней? Хорошего-то, по идее. Да, я говорю, я ем иногда колбаску, ну, в салатике в основном, и это очень нечасто происходит. А так вот у девчонок смотришь, что они кушают там изо дня в день. Вот. Ну, вредности. Одни вредности. Посмотрите, пожалуйста, что лучше кушать, что не лучше. Вот. И всем нам будет хорошо, и всем нам будет удача. Ну, ладненько, на сегодня все. Позже будет ролик с тарелочками. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет очень-очень приятно. Пока, Ваша Оля.